Введенные Америкой санкции президент обсуждал не только с Бараком Обамой, но и с журналистами после завершения саммита в Бразилии. Владимир Путин дал свою оценку решению американских штатов. По словам Владимира Путина, агрессивная внешняя политика Америки привела к развалу и человеческим жертвам во многих странах. Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Украина. Народе этих государств на себе испытывают, что это такое. Не понравится людям из Белого дома в Вашингтоне. Российский лидер отметил также, что любые санкции имеют эффект бумеранга. Какую тактику и стратегию в этих условиях будет выбирать Россия? Президент дал ответы. Эффект, произведенный введением США новых санкций, кажется, больше рассчитан на внутреннее потребление в Америке. В России уже давно понимают. Вашингтон рассматривает остальной мир как свой задний двор. Те, кто это признает, вполне могут рассчитывать на благосклонность США, даже убивая собственных граждан, как в случае с Киевом. А каждый, кто с этим положением не согласен, рано или поздно столкнется с американскими экономическими санкциями. Путин хоть ангел воплотит. Вот и в этот раз Вашингтон обвинил в эскалации конфликта на Украине именно Россию. Россия должна остановить поток оружия и боевиков через границу с Украиной. Она должна призвать сепаратистов освободить заложников и поддержать прекращение огня. России необходимо участвовать в работе международных контактных групп и согласиться на присутствие значительного числа наблюдателей на границе с Украиной. Так и напрашиваются вопросы. Не Москва ли сама предложила разместить на своей границе наблюдателей ОБСЕ, чтобы снять все подозрения в снабжении ополченцев? Не Россия ли настаивает на мирных переговорах воюющих сторон, сталкиваясь с потоками беженцев из зоны боевых действий? Не Вашингтон ли толкает Киев исключительно к силовому решению конфликта на Юго-Востоке, не считаясь с потерями и гибелью мирного населения? Ответы на эти вопросы столь же очевидны, как и реакция российского руководства на новые санкции. Надо посмотреть, что это за санкции. Надо с этим разобраться без суеты, спокойно. Но вообще-то, что касается санкционных различных мер, то, я уже говорил, они, как правило, имеют такой эффект бумеранга и без всяких сомнений в данном случае загоняют российско-американские отношения в тупик, наносят им очень серьёзный урон. Меры, которые предпринимает администрация в отношении России, на мой взгляд, противоречат национальным интересам самих Соединённых Штатов. Что это значит? Это значит, что, например, крупные компании хотят работать в России, но, сталкиваясь с определёнными ограничениями, они будут терять в своей конкурентоспособности по сравнению с другими энергетическими компаниями мировыми. Но вот мы же предоставили возможность крупнейшей американской компании работать на шельфе. Ну чего, что, штаты не хотят, чтобы она там работала? И всё ради чего? Ради того, чтобы, совершив одну ошибку, настаивать на другой? Я думаю, что это, как минимум, непрофессиональный подход. Те, кто планирует внешнеполитические акции в Штатах, к сожалению, это не наблюдение какого-то последнего времени, а, скажем, за последние 10-15 лет, ведут достаточно агрессивную внешнюю политику и, на мой взгляд, весьма непрофессиональную, потому что, за что ни возьмутся, там везде проблемы. Ну, посмотрите, в Афганистане проблемы, Ирак разваливается, Ливия разваливается, прикоснулись к Украине и там проблемы. Теряя свою лидирующую роль в мире и пытаясь этому помешать, США ведут себя в других странах, как слон в посудной лавке. Слова Обамы, сколь высокомерны, столь и не аргументированы, чего стоит. Россия не делает ничего для деэскалации конфликта на Украине. Двойне цинично эти слова звучат из Вашингтона, который, собственно, и стоял за государственным переворотом в Киеве, приведшим к нынешнему хаосу в стране. Это отметил российский президент. Надо относиться очень бережно к государственным институтам. А когда к ним проявляются пренебрежения, то тогда это всё ведёт к тяжёлым последствиям дезинтеграции и внутренним конфликтам, которые мы сейчас наблюдаем на Украине. И те люди, которые подталкивают страны к подобному развитию событий, никогда не должны забывать, что кровь и солдат регулярной армии, кровь бойцов сопротивления, гражданских лиц на их совести. И у них нет никакого морального права перекладывать эту ответственность на чужие плечи. Совместно нужно было бы, конечно, призывать все стороны конфликта на Украине к прекращению, немедленному прекращению боевых действий и к переговорам. Но мы, к сожалению, этого не видим со стороны наших партнёров, прежде всего американских партнёров, которые, как мне кажется, наоборот подталкивают сегодняшние власти Украины к продолжению братоубийственной войны и к продолжению карательной операции. При этом президент Путин ещё раз подчеркнул, Россия поддержит любые решения, которые способны стабилизировать ситуацию в близкой нам, в прямом и переносном смысле стране. Путина спросили, как он относится к финансовой помощи МВФ Украине. Конечно, мы за то, чтобы поддержать Украину, но только не олигархов и жуликов, а именно украинский народ. И это чрезвычайно важное дело, потому что в воюющей стране, как правило, деньги выдаются на одни цели, а расходуются на другие. Вот на Украине после выдачи первого транша, по-моему, как раз именно это и происходит. Часть этих средств значительно была передана в частные банки украинских олигархов. Где эти деньги, что с ними стало, в чьи карманы они в канаде санкций попали, об этом должны знать и сотрудники МВФ, общественность Украины и тех стран, которые Украину пытаются поддержать. Президент напомнил, что часть транша МВФ Украине изначально рассчитана на погашение её долгов за газ перед Газпромом. Но денег в Москве так и не дождались. Новый пакет санкций, направленный против российских секторов экономики, сегодня обсуждали на заседании правительства. По словам премьера Медведева, Россия сделает всё, чтобы свести ущерб от санкций для простых граждан, к минимуму. Давление на Россию не может не отразиться на нашей бюджетной политике и её приоритетах. Социальные обязательства, безусловно, они все будут исполняться, для этого денег у нас достаточно. Но помимо этого нам придётся большее внимание уделить расходам на оборону и безопасность. Мы вынуждены перестраивать экономические модели развития в связи с этими решениями, переходить к импортозамещающим технологиям, в большей степени использовать внутренние источники роста, включая и финансовые ресурсы. Это нормально, а в чём-то это даже неплохо для нашей экономики, в чём-то это даже полезно. Список компаний, которые попали под американские санкции, опубликован на сайте Министерства финансов США. В него вошли Внешэкономбанк, Газпромбанк, компания Роснефть, предприятие Базальт, концерн радиоэлектронных технологий Крет, компания Созвездие, НПО Машиностроение, концерн Алмаз-Антей. С оборонными предприятиями США прекращают любые контакты. Впрочем, российская оборонка, работающая по госзаказу, никогда в США и не кредитовалась. Эти предприятия не осуществляют деятельности с американскими компаниями, они не имеют активов на территории страны, а также не поставляют свою продукцию туда. Поэтому можно с уверенностью сказать, что санкции, введённые против этих холдингов, не повлияют на их деятельность и дальнейшую работу. Санкции, по словам экспертов, ударят главным образом по совместному российско-американским проектам. Под санкции попал и производитель легендарного автомата, концерн Калашников. Кому от санкций хуже, сказать трудно. Помимо США, концерн продаёт продукцию в 26 государств, а спрос на гражданское оружие Калашникова в США в три раза превышает годовые объёмы поставок в эту страну. Санкции лишают компании Роснефти Новотек доступа к новому долгосрочному, более чем на 90 дней, кредитованию в США. Правда, по словам главы Роснефти, компания чувствует себя сейчас настолько хорошо, что вполне способна реализовывать свои проекты без экстренных кредитных линий. Грустно, что от этих мер пострадают и партнёры компании в США, отметил Сечин. Решение о включении компании Роснефти в санкционный список является необоснованным, субъективным и незаконным в силу отсутствия роли компании в кризисе на Украине. Я хочу добавить, что это решение также наносит ущерб американским акционерам компаний, подрегистрированных в США, банкам, которые сотрудничают с нами по кредитным соглашениям. Не компания Роснефти является целью этих санкций, а реализация России собственной суверенной независимой политики. Поработаем с юристами, посмотрим, будем минимизировать риски. Руководитель одного из крупнейших российских банков ВТБ считает, что США в очередной раз подвергает мировую финансовую систему испытаниям в угоду амбициям политиков. Конечно, эти санкции и неуместны, и, конечно, они не соответствуют ни духу, ни каким правовым нормам, существующим в международных отношениях, и в частности в области финансов и банковского дела. Все последние годы шаги государств в целом были направлены на создание климатосотрудничества, глобализации этой сферы, и, конечно, санкции наносят серьезный ущерб, и негативный эффект на финансовую банковскую систему мировую в целом, да и в целом экономического сотрудничества и взаимодействия, конечно, будет нанесен весьма существенно. Глава российского ВЭБ сожалеет о решении США, ведь Внешэкономбанк кредитуется как раз на внешних финансовых рынках. Однако, по словам Владимира Дмитриева, подобные варианты событий уже просчитаны, и государство готово в этой ситуации подставить банку и его дочкам плечо. Сегодня об этом говорилось на встрече наблюдательного совета ВЭБ. Но есть и другие варианты. Мы рассматриваем разные варианты. Центральный банк уже отработал способы поддержки банковской системы, включая длинные кредиты на три года, имея в виду их возможную пролонгацию, я имею в виду те кредиты, которые будут обеспечены государственными гарантиями. Не без сожаления, воспринимая эти санкции, но мы, конечно же, все свои обязательства, в том числе перед малым и средним бизнесом, региональными банками, я не говорю о крупной клиентуре, которую мы уже кредитуем, мы все свои обязательства будем выполнять. Что называется, не дождетесь. Эксперты подчеркивают, финансовые санкции никоим образом не отразятся на обычных клиентах российских банков, юридических и частных лицах. Международные платежные системы будут и дальше обслуживать все транзакции клиентов российских банков без ограничений. Еще раз повторим, речь идет лишь о запрете кредитовать эти банки для американских финансовых организаций. Павел Пчелкин, Павел Рудаков, Алексей Боровиков, Первый канал.